всем доброго вечера итак друзья мои перед вами наш чертенок яшка вот он собрал золото перебирает но сегодня речь не о нем хотя перед тем как начать ритуал хочу вам напомнить у меня есть лекция называется черти кто такие черти хранители чертогов однако со временем когда все языческое все древнее было объявлено вне закона и нехорошим делом то естественно этих хранителей чертогов которые спускаются это хитрые хит хитроумные духи которые принимают обличие таких лохматых существ с рожками этих хитроумных духов отнесли к злым силам к силам тьмы и прочее на самом деле они между собой не имеют ничего общего и опять напомню вам лекцию значит не чистые силы не чистая сила почему она приходит откройте посмотрите анчутки болотные духи рожденные в гиблых местах которые носители зла они приходили чумазы грязные черные темные их называли иногда черни или анчутки и других духов которые отчасти были похожи на них то есть создания которые тоже были приходили в обличие рогатого такого мохнатого пушистого их называли черти хранители чертогов чертежи или чертаги или черти со временем вот это вот слово черти осталось а потом более древние времена естественно люди это все знали и умели разделять какие силы откуда происходят и какие функции выполняют потом это все поперемешали и все это объявили вне закона это объявили бесовщиной там нехорошо и так далее вот мы с вами получили что начали ровнять да под одну гребенку слова черт черти это уже считается что то такое страшное плохое на самом деле это естественно не так вот те страшные плохое это анчутки но опять же за тысячи лет привыкшие называть их чертями уже мы это не вытравим уже они черти значит договоримся что есть черти хранители чертогов есть черти злые анчутки рожденные в недрах болотных и прочих гиблых мест и тогда вам будет понятно кого когда мы призываем собственно говоря мы естественно призываем хранителей чертогов этих хитрых духов которые испокон веков помогали купцам и купцы с ними взаимодействовали они помогали им продавать товар и призывать клиентов я тут подумала что красный цвет больше подходит на красном фоне лучше выделяется чертенок правда уже мешки не сильно хорошо видны и ну и не важно у них был уговор отсюда и сказки уговор там с чертом черт помощник черт купец эти духи они умеют внушать на подсознательном уровне умеет внушать и людям которые вокруг что вот нужно именно к тебе прийти им на твой товар купить не важно что именно ты делаешь и чем ты занимаешься может быть сайты какие-то да делаешь там умеешь сайты создаешь может быть тарты и печешь не важно в любом случае это твой товар который ты предлагаешь хоть этой грубо звучит и и вот прибегая к их помощи те купцы которые знали эти секреты они конечно же были более удачливы и торговали лучше своих товарок ну товарки это как женщины обычно говорят ну в общем своих коллег и многие не знали в чем в чем секрет этих людей в чем секрет удачливости они знали как взаимодействовать с этими хитрыми духами а эти хитрые духи внушают всем что вот именно туда тебе и надо идти они приводят людей но они любят когда их угощают вот в этом случае вы должны чертенка угощать все время когда он вам помогает хорошо торговать и собрать деньги если у вас есть вот такая кукла чертенок да это хорошо нету ничего страшного можете без них призывать но есть определенные работы в которых вот этот фамильяр обязательно должен быть то есть виде куклы виде игрушки ну похожи на человека естественно и естественно такой где такой который нет у других то есть это не массовое производство кукол чтобы пошли посмотрели купили похоже на чертененка что-либо и решили что это чертененок мне иногда бывает что выводят просто люди которые давно сидят на моем канале отправляет какую-то там куклу крота или медвежонка а вот скажите вот можно если я вот там рожки приделаю и вот сойдет за чертенка чтобы я вот как бы ну это уже идиотизм я считаю но правда это детский сад какой-то не занимайте меня такой ерундой вот нацеленно вы умеете делать делаете сами нацеленно нужно именно вот заказывая даже у мастера говорить что вы хотите какой он должен быть или если вы увидели и он вам понравился именно таким вот такого и брать но это должен быть ваш фамильяр вот ваш личный понимаете желательно даже и неповторимый теперь в этом ритуале вы можете проводить теми чертенятами которые у вас есть дома если вы уже их покупали заказывали где-либо но здесь не обязательно здесь вы можете провести просто провести но поскольку он невидимый он приходит естественно вам на подмогу каждый раз когда у вас получается продажа когда у вас начинают приходить деньги либо либо возле этой куклы ставите потому что вы же вселяете туда эту силу она там находится и в разных ритуалах вам помогает либо ставите на подоконник значит мед и вино ну маленькая такая там емкость налейте туда вино желательно хорошее вино храните в холодильнике время от времени будете подливать если у вас скажем вы не пьете вино и только для этого будете покупать для этого случае и мед в маленькой такой емкости поставьте и оставьте на сутки ну вот ночью поставили утром или в обед просто выкинули потому что силы духи они питаются молекулами еды не просто так еду приносят еду ставят угощают духов кстати скажем прямо что я первый человек который сказал что не обязательно угощать духов где-то уходить из дома что их можно это все можно ставить на подоконник когда вы его их призываете потому что они приходят туда еда она связана с нашим миром она обладает энергией вы даете ему энергию для того чтобы он выполнил даль дальнейшую вашу просьбу кроме всего прочего есть внегласный закон магии это называется долг платежом красен вы символически отсекайте вы платите значит отсекайте связь между вами и мертвым миром тем что вы заплатили все больше вы не должны или мертвым миром здесь неправильно сказал здесь не мир мертвых мир духов просто у меня есть задумка про мертвый мир снять хотя я много снимала но все равно всегда есть что-то новое что можно сказать и поэтому у меня в голове это слово мертвый мир так и остался и так кроме всего прочего вы конечно можете взять ложку на первое время и сделать ложкой но желательно чтобы именно была лопата у меня была маленькая лопата где-то есть такая символическая лопата называется называется грибу деньги лопаты и так далее это пришло издревле сейчас скажу с каких времен и значит вот эту лопату я попросила у я на это дачная или декоративная лопата которым я проведу это он немного такой заржавел чуть-чуть не важно и я буду проводить вот с этой лопатой значит эти манипуляции а потом эту лопату ну желательно сохранить конечно но если она пропадет дело не в лопате дело в том чтобы во время этого ритуала действия выполнялись так как сказано в заговоре вот это важнее в древние времена когда в царскую казну привозили золото со всех сторон страны регионов то это все высыпалось а потом лопатой значит пересыпали в сундуки и уносили а потом эту лопату значит выносили ну царские казначеи и продавали купцам продавали как символ денег как символ богатства что эта лопата она как бы пропитана энергией царской казны отсюда и выражение крести лопатой и эту лопату значит хранили у себя и считали что эта лопата призывает она притягивает деньги потому что это лопата и в царской казне гребли деньги вот сейчас говорят ой буду крести деньги лопатой оттуда это выражение вы можете провести это дома время от времени периодически можете перед началом рабочего дня если вы продаете что-то это провести можете в своем магазине где-то если у вас есть отдельные там помещения кабинет зайти во время перерыва или закрыть магазин на пять минут провести или просто перед началом рабочего дня провести весь день вам некогда будет присесть потому что будет валить валом на рот а потом когда приходите домой ставите на подоконник мед и вино и говорите угощайся угощайся мой помощничек можете своими словами угощайся там за то что ты мне сегодня помог за то что ты притянул народ за то что люди пришли все что хотите добрыми словами поставить угощение и поблагодарить его чтобы он все время вам помогал еще раз говорю если есть у вас эта кукла чертененка вы можете с этой куклой провести и возле этой куклы ставить а на утро просто эти продукты выкинуть вот и все итак начнем когда вот грибу денежки лопаты возьмите можете сундучок взять например и туда переместить то есть посыпать мелочь и вот так вот ну вот собственно делать такие движения как будто вы вытаскиваете гребете деньги над лопатой вот таким образом мне просто сейчас некогда нет возможности показывать мне нужно читать и неудобно вот это все и движение эти все выполнять итак духи хранителей ханов султанов царей и королей на золотой горе собрались держали совет и решили ко мне отправить помощника шустрого хитрого да ловкого он мне деньги собирает сундуки мне наполняет грибу денежки лопатой вот так помогает мне черт лохматый мой помощничек рогатый помоги мне хитрый черт приведи ко мне народ и мой товар мне их деньги подсоби лохматый друг принеси мне денег столько чтобы негде было прятать всех товарок вокруг пальца проведу обведу неправильно вокруг пальца обведу всех завистников от себя отведу грибу денежки лопатой помоги мне черт лохматый мне деньги и добро тебе медок и вино ключ замок уговор вот через некоторое время вы увидите как этот ритуал действенный какой и насколько хорошо работает так еще раз духи хранителей ханов султанов царей и королей на золотой горе собрались держали совет и решили ко мне отправить помощника шустрого хитрого да ловкого он мне деньги собирает сундуки мне наполняет грибу денежки лопатой помогает мне черт лохматый мой помощничек рогатый помоги мне хитрый черт приведи ко мне народ им мой товар мне их деньги подсоби лохматый друг принеси мне столько денег чтобы негде было прятать всех товарок вокруг пальца обведу всех завистников от себя отведу грибу денежки лопатой помоги мне черт лохматый мне деньги и добро тебе медок и вино ключ замок уговор дальше еще раз да говорить нужно 6 раз желательно это денежная цифра как правило это темная цифра и она очень подходит в таких ритуалах 6 раз 13 раз ну здесь 6 это достаточно когда говорю грибу денежки лопаты тогда нужно делать эти все манипуляции вот в этот момент духи хранителей ханов султанов царей и королей на золотой горе собрались держали советы решили ко мне отправить помощника шустрого хитрого да ловкого он мне деньги собирает сундуки мне наполняет грибу денежки лопатой помогает мне черт лохматый мой помощничек рогатый помоги мне хитрый черт приведи ко мне народ им мой товар мне их деньги подсоби лохматый друг принеси мне денег столько чтобы негде было прятать всех товарок вокруг пальца обведу всех завистников от себя отведу кребу денежки лопатой помоги мне черт лохматый мне деньги и добро тебе медок и вино ключ замок уговор еще раз да слово зло золотой здесь не имеет значения это не слова ключи в заговоре поэтому некоторые слова если так по-другому произносится смысл и сила от этого не меняется здесь совершенно другие слова ключи которые вам знать незачем духи хранителей ханов султанов царей и королей на золотой горе собрались держали совет и решили ко мне отправить помощника шустрого хитрого да ловкого он мне деньги собирает сундуки мне наполняет гребу денежки лопатой помогает мне черт лохматый мой помощничек рогатый помоги мне хитрый черт приведи ко мне народ им мой товар мне их деньги подсоби лохматый друг принеси мне денег столько чтобы негде было прятать всех товарок вокруг пальца обведу всех завистников от себя отведу гребу денежки лопатой помоги мне черт лохматый мне деньги и добро тебе медок и вино это что такое ключ замок уговор запуталась вся духи хранителей ханов султанов царей и королей на золотой горе собрались сдержали советы решили ко мне отправить помощника шустрого хитрого да ловкого он мне деньги собирает сундуки мне наполняет гребу денежки лопатой помогает мне черт лохматый мой помощничек рогатый помоги мне хитрый черт приведи ко мне народ им мой товар мне их деньги подсоби лохматый друг принеси принеси мне денег столько чтобы негде было прятать всех товарок вокруг пальца обведу всех завистников от себя отведу гребу денежки лопатой помоги мне черт лохматый мне деньги и добро тебе медок и вино ключ замок уговор проведите те кто занимается своей работой своим делом сам себе начальник да и не сам себе начальник в скором времени вы убедитесь в том сколько у вас будет покупателей в день ну и те которые как бы не обязательно прям товар продают но что-то предлагают свое точно так же будут удивлены ну парикмахеры например там не знаю кто у нас еще другие профессии да кто печет кто готовит кто рисует неважно у вас будет огромное количество людей которые будут просить ваши услуги работы и естественно достойно платить всем удачи гребите деньги лопатой